В эфире программа Beauty Time. Красивые люди в красивом городе. В ближайшие 20 минут о том, что создает настроение и влияет на стиль жизни. Эпатажная маркиза Казатти в новом проекте «Модные истории». Sunday Upmarket – крупнейшая в России выставка хендмэнд дизайна. Формула омоложения – имиджевые механизмы создания современного образа. Диджейский дуэт «Стереопальма» – о выступлении в клубе, работе в студии, распространении в сети. С этого года в программе Beauty Time открывается новая рубрика «Модные истории». Сегодня премьерный выпуск и посвящен он скандально известной моднице начала прошлого века Луизе Казатти. 23 декабря исполняется 133 года со дня рождения этой выдающейся дамы. Маркиза Казатти, урожденная Луиза Амант, вошла в историю как эпатажная светская львица, любительница пышных балов и экзотических животных, меценат и покровительница деятелей искусств. Наследница многомиллионного состояния всю свою жизнь стремилась быть не такой, как все – восхищать, поражать и даже шокировать своими поступками. Луиза Казатти обладала яркой внешностью, с узумрудными глазами и рыжими волосами. О себе она говорила «Я хочу стать живым произведением искусств». И действительно, не жалела на это ни времени, ни сил. Маркиза щедро платила художникам, с удовольствием им позировала. При жизни было написано около 130 ее портретов. Луиза Казатти сумела собрать вокруг себя выдающихся людей того времени, среди которых импресарио Сергей Дягилев, артисты балета Вацлав Нежинский, Анна Павлова и Асидора Дункан, грамотург Тенниси Уильямс, поэт Габриэль Дануцио. В своем венецианском Палаццо Инфинита Маркиза организовала настоящий зверинец. С ней проживали дрозды альбиносы, белые павлины, два гепарда и бесчетное количество змеи, которых она носила в качестве украшений. Луиза Казатти одевалась у знаменитого венецианского кутюрье создателя плесеровки Мариана Фортуни. Носила платье от Поля Пуаре. Экстравагантные наряды для нее создавал также наш знаменитый театральный художник Леон Бакст. На одной из вечеринок Луиза появилась в образе фонтана, а Пабло Пикассо придумал для нее костюм с тысячей электрических лампочек, в котором Маркизу, застрявшую в дверном проеме, ударила током. Маркиза Казатти увлекалась эзотерикой и черной магией. Многие экстравагантные поступки совершались под воздействием алкоголя и наркотических средств. Расстратив миллионы на роскошные балы, под конец жизни Маркиза обеднела. Умерла она в Лондоне во время спиритического сеанса. Луизе Казатти было 76. Последователи эпатажной Маркизы встречаются и в нашем веке. Образом Луизы однажды вдохновился Джон Гальяна, а три года назад в Москве проходил костюмированный Казатти-бал. Уникальное предложение от салона тканей Тесура. В этом месяце подиумные ткани участвуют в акции «День одной цены». Идеи знаменитых дизайнеров, узнаваемые принты, исключительное европейское качество. Элитные ткани можно купить по невероятно выгодной цене. Высокая мода. Совсем близко. На Тиберязево 26. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Далее в выпуске диджейский проект «Стереопальма». О выступлении в клубе, работе в студии и распространении в интернете. Этот трек на Челябинском танцполе сегодня играют его авторы. В конце прошлого года дуэт «Стереопальма» выступил в одном из наших клубов. Родом эти ребята из Венгрии, но любят их в разных уголках света. «Когда мы путешествуем в Турции, Испании или, например, в России, люди нас очень тепло принимают, и мы даже пробуем какие-то новинки на площадке. Здесь молодежь танцует, отрывается, в отличие от Европы, например, Австрии, Германии, где публика более холодная и танцует довольно скучно. Еще в России нас удивляет, с какой красотой и нарядностью одеваются на наши вечеринки молодые люди. В Европе же надевают то, что носят в повседневной жизни». Популярность артистов, так же, как и реакция зрителей, в разных странах разная. Некоторые композиции сразу же становятся хитами, а какие-то раскручиваются месяцами. «В прошлом году вышел наш последний сингл, но релиза пока не состоялась, так как долго приходится ждать исполнителя, записывающий компанией. Поэтому очень часто готовые композиции выходят в разное время по всему миру». «Вы можете слышать наши хиты в необычных музыкальных обработках, которые отличаются от того, что находятся в ротации на радиостанциях. Но все равно это хиты». «С недавних пор творчество дуэта «Серия Пальма» живет в модных клубах, студиях звукозаписи, а также в глобальной сети. По признанию диджеев, в интернете они проводят достаточно много времени». «Интернет очень сильно повлиял на нашу деятельность. Раньше мы записывали кассеты и диски, а теперь свои треки мы продаем через интернет и тесно общаемся с публикой через социальные сети». «Творческого человека на создание музыки подталкивают многие вещи. Это путешествия, выставки, природа. Ну а самым большим вдохновением служит восторженная публика, которая дает энергию для создания новых композиций». День одной цены на ткани из Европы. С 13 по 30 января суперцены в салоне ткани «Тессура». На Тимирязево, 26. Диплекс Лазерное омоложение Диплекс. Галерея красивых судеб. Телефон 211-23-23 Торговых комплексов много. Миртрк.ру 1 В борьбе за красоту и молодость все средства хороши. Кроме собственно эстетической медицины и активного образа жизни, в данном направлении работают имиджевые технологии. Об этом рассказывает доктор технических наук, имидж-дизайнер и преподаватель Жанна Дубская. В 21 веке ученые доказали, что старость можно отложить на несколько десятилетий, сохраняя не только внешний вид, но и деловую активность, и инвестиционную привлекательность. Сегодня на полусоветском пространстве появились люди, которые задумываются, что им нужно конкурировать с более молодыми людьми, и эта конкурентная борьба становится с каждым разом все жестче и жестче. Посмотрите, как ужесточаются требования, допустим, к персонажам, которых ищут компании на занятия каких-то должностей, каких-то позиций, потому что они не хотят вкладываться в человека, который находится уже на спаде жизни. И таким образом создание образа, что ты еще очень перспективен, очень активен, еще долгое время будешь активен, очень важно в этой борьбе. Имидж-дизайнер Жанна Дубска может сделать человека моложе без хирургического тюнинга. Для этого необходимо работать со всеми пятью компонентами. Фактура, физические данные, костюм, в том числе прическа и макияж, антураж, где и с кем бывать на людях, роль, походка, манеры и даже темы для разговоров, истории, информацию, которую человек осознанно или нет о себе распространяет. А? Мы назовем их как-нибудь романтично? Маэстро? Когда мы видим, что человек выбирает какие-то элементы имиджа случайно, просто потому что ему больше неинтересно. Ему неинтересно играть в эти игры, ему неинтересно быть в ногу со временем, потому что он достиг определенного возраста. И это возраст не зрелости, а возраст уже, который клонит его к концу жизни. Это может наступить в любой момент, в любой период времени. В этом смысле человека взрослит и старит не только лицо в морщинках. Добавляет возраста и лишний вес, и сутулость, и разговоры о проблемах, и, как это ни парадоксально, излишняя женственность. Иначе говоря, то, что превращает женщину в тетку. Тетка из нее делает слишком женственные, мягкие формы. Мягкость и некая округлость в юности придает милую женственность. То с возрастом это начинает приобретать некие такие драпировки, стекающие вниз, как оплывшее мороженое. Если эти изгибы подчеркивают женскую сексапильность, то вот это и есть та женственность, которая позитивна, которую как раз мы хотим ее добиваться. Но с возрастом подобные элементы могут превращать образ тетки в образ дамы, что, в общем-то, добавляет некие ухоженные элементы в образ, но образ не омолаживает. В имидж-дизайне важно, чтобы цели и задачи не противоречили друг другу. Иногда чем-то приходится жертвовать. Так супермодель 60-х Твиги в какой-то момент предпочла стильности, женственность. У нее была обувь очень стильная и очень стильные очки, но по моде 60-х годов они сделали грудь, талия, бедра силуэтиком, ей сделали дамскую прическу. Да, в результате она стала привлекать мужчин, но стильности потеряла. В вопросах омоложения могут быть две крайности – от полного игнорирования возраста до комического злоупотребления. В этой связи, как бы это тривиально ни звучало, необходимо чувство меры. А к числу универсальных средств, пожалуй, можно отнести ухоженность. Здесь как прекрасно стареет, например, и старела Каталья Днев. Огромное количество голливудских звезд, они вообще не стареют. Вот, допустим, Джулия Робертс, Энди Макдауа, сколько раз они рекламируют кремы. Посмотрите, лет 20 назад они приблизили, ну не 20, но 15, выглядели точно так же. Ну, что ж, они не выглаживают себя абсолютно и досконально там до последней морщинки. Все-таки там видны какие-то элементы старения, держат свое тело в очень хорошем форме. И, пожалуй, я этих персонажей упомяну. И напоследок еще один секрет омоложения. Мгновенный лифтинговый эффект дает искренняя улыбка. И наука имидж дизайна объясняет это очень просто. Восходящая линия уголков губ в восприятии дает легкость, подъем и перспективу. Выставка «Сандэ Ап Маркет» – это событие для тех, кто занимается дизайном в стиле хендмейд и тех, кто ценит индивидуальные решения. Как стартовал этот масштабный российский проект в нашем городе, смотрите прямо сейчас. Уникальный проект «Сандэ Ап Маркет» – ярмарка молодых независимых дизайнеров одежды, аксессуаров – существует в России с 2008 года. Возникший в Москве с успехом проходит ежегодно в Казани, Самаре и Екатеринбурге. Заслуживающих внимания авторов достаточно и на Урале, что и вдохновило организаторов провести воскресный рынок в Челябинске. Для посетителей мы собрали интересные, разные, уникальные марки. Мы организовали лекции, мастер-классы у нас проходят. Раньше никогда не сталкивалась с хендмейдом, с такими дизайнерами. Даже не знаю, как передать словами. Меня они очень заряжают, они прям живут своим делом. И у каждого какие-то свои уникальные работы, каждый старается какую-то изюминку внести. Разнообразие изделий поражает воображение. Украшения, игрушки, одежда, аксессуары – вот далеко не полный список того, что могут предложить авторы Sunday App Market. История создания этих котиков появилась год назад. У моего одного друга дочка очень любила кошек. И родилась идея на день рождения шить идея котиков и кошек. До этого я никогда игрушки не шила. Ребенку очень понравилось, а мне понравилось шить. Он косолапый. А почему? А это его характер. Он такой родился. Поэтому я никогда их не перешиваю. И даже когда у них нет еще мордочки, у них уже есть собственный характер. Я рисую открытки. Я рисую на стенах. Я рисую везде, на всех поверхностях. Если раньше это были рукодельные выставки, то сейчас это больше дизайна. Больше качественной полиграфии. То есть люди перестали все раскрашивать вручную. Они добавляют какие-то производственные элементы. Те же расписанные вручную вещи выглядят намного профессиональнее и качественнее. То есть и от простого хендмейда, такого бабушкин коврик, это становится качественным дизайнерским продуктом. Когда-то это называлось хендмейдом или по-русски рукоделием. Сегодня участники выставки Sunday App Market предпочитают, чтобы их называли дизайнерами. Поскольку суть этого творчества не повторять известные техники, а создавать на их основе свои концепты. И как результат производить уникальные и неповторимые вещи. Преуспеть в этом деле удается далеко не всем. Ты хочешь донести до человека определенные какие-то идеи через свое творчество, через свои какие-то видения мира. На самом деле это не всегда совпадает. Чтобы сделать что-то оригинальное, что-то красивое, что-то неповторимое, на это требуется очень много времени. Люди не всегда готовы платить за какие-то идеи, творческие находки. И у нас все любят сошью сам, сделаю сам, склею сам. А на самом деле это не все так просто. Я потратила все деньги, да, и все эти скрабики, вкусно бахнущие штучки. А вот. Ну на самом деле я не рукастая абсолютно, поэтому я наоборот лучше что-то приобрету себе. Покупать различные вот эти вещи, как-то их в своем интерьере применять, или дарить друзьям. То есть это действительно душевные подарки, или душевные какие-то вещи для себя, которые поднимают настроение, и прям такое не вызывают после покупочного диссонанса. Воскресная ярмарка хендмейда привлекает многих своей творческой, артистичной атмосферой, в которой оказались погружены как участники, так и посетители. Вообще, достаточно часто участвую в разных мероприятиях, но здесь много интересных, да, дизайнерских вещей. Я посмотрела, приехали мастера из других городов, с чем-то новым, с чего у нас в Челябинске нет. Может быть, глядя на что-то другое, приходит в голову свое, благодаря таким мероприятиям. Мне кажется, это очень-очень здоровская атмосфера. Я как творческий человек, я фотограф. Мне было очень интересно посмотреть на все эти штучки миленькие, и купить подарки не только там для друзей, но еще и себе, для съемок. Вещи, которые производятся промышленными тиражами, обычно дешевы и предсказуемы. На фоне такого массового производства неизбежен интерес к ручному дизайну. Кстати, хендмейд-творчество в наши дни выходит на новый уровень. Современные технологии и специальное оборудование позволяют мастерам заниматься этим профессионально. Диплекс Увеличение груди Диплекс Галерея красивых судеб Телефон 211-23-23 Торговых комплексов много. Миртрк.ру Один На этом все. Выпуски Бьюти Тайм смотрите на сайте 31тв.ру До встречи. Стилисты проекта Модный дом Я Имидж студия Елены Ивановой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова